Абсолютно большинство работающих россиян уверены, что их работа приносит пользу обществу, и большинство из них удовлетворены своей работой и даже гордятся ею. Таковы данные Всероссийского Центра изучения общественного мнения. В том, что работа сотрудников Казанского университета приносит большую пользу обществу, уверены и мы. Здравствуйте, это программа КФУ Итоги недели. Сегодня мы расскажем. Мы эти плановые задачи ставим перед собой сами, и мы их выполним сегодня успешно. Главные приоритеты. О самых актуальных темах на начало учебного года. В интервью ректора КФУ Ильшата Кафурова. Сейчас дизайну очень много. На каждом шоу дизайнера после курсов. Но базы нет ни у кого. Мир через палитру, красок и геометрию. Как в Казанском университете прошел фестиваль пространственных искусств. Участь на юридическом факультете на занятия по истории не пришел ни разу за учебный год. Правда, обеспечен в студенте. Как Казань помогла Льву Толстому стать писателем. Они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антипогиата. Только вверх. Как КФУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Особенности приемной кампании. Подготовка к новому учебному году. Повышение зарплаты сотрудникам и приоритеты в работе. Это лишь немногие темы, которые были затронуты в ходе большого интервью ректора Казанского федерального университета. Ильшат Гафуров затронул и тему открытия филиалов за рубежом. Рассказал об открывающихся направлениях в вузе, о заселении в общежитие, работе с иностранными студентами. О том, что ждет университет в предстоящем году. С руководителем Казанского федерального университета побеседовал мой коллега Леонид Толчинский. Добрый день. Сегодня в начале нового учебного года я с удовольствием представляю нашего гостя. Ректора Казанского федерального университета Ильшат Равкадыча Гафурова. Добрый день, Ильшат Равкадыч. От всей души поздравляю вас с наступившим новым годом. Все-таки не могу не удержаться и не спросить о том, как, с чем, с какими мыслями вы вступаете в этот учебный год. Не секрет, что для многих ректоров он был непростой. Я имею в виду период подготовки к новому учебному году. Очень непростые были правила в этом году приема новых студентов. Если говорить о приемной кампании, то на самом деле были внесены определенные поправки в регламент приемной кампании. Во-первых, не было второй волны практически. И увеличилось количество бюджетных мест и в целом количество желающих поступить в наш университет. Но отрад на то, что, во-первых, мы сразу же в полном объеме заполнили все бюджетные места, а их было более 7100. Это огромный прием. И должен сказать, что в Казани средний балл единого государственного экзамена, именно по этому критерию обычно оценивают качество приемной кампании по 80,2. В 187 студентов мы приняли 100 бальников. И 5 человек 200 бальников. Конечно, при таком большом приеме, как нас могут сказать, что это небольшое количество, но я напомню, что в целом по республике чуть более 260 человек сдало ЕГЭ на 100 баллов. С 1 сентября к занятиям приступило первокурсников 12300 человек. Еще прием с дальнего зарубежья и со страны СНГ до сегодняшнего дня осуществляется. Наверное, крайний приказ мы подпишем до 30 сентября текущего года. Я думаю, еще небольшое увеличение произойдет. Сегодня идет заселение в общежитиях. Это тоже непростой вопрос, связанный с заселением. Все-таки мы сегодня 100% всех желающих жить в наших кампусах в общежитиях не можем обеспечить за большого приема. И поэтому мы должны выбрать наиболее нуждающихся первокурсников. И это тоже все осуществляется по ходу. На данный момент более 9 тысяч человек уже заселились в общежитиях нашего университета. Таким образом, всего в стенах университета учеба начнут более 56 тысяч обучающихся. Конечно, в это число входят и наши аспиранты, наши студенты, которые обучаются по программе СПО. Это не только уровень высшего образования. И около полутора тысяч школьников. Мы начали учебный год в обычном общем формате, очном формате, с использованием тех ресурсов цифровых, которые мы наработали в течение 19-го и 20-х годов. Это дает нам возможность выстраивать персональные траектории в области образования для наших студентов, где бы они ни находились в данный момент времени. Это, кстати, дает возможность иностранным студентам продолжать учебу, несмотря на то, что в их странах действуют серьезные ограничения по перемещению. Да, но сегодня Российская Федерация разрешила доступ в вузы нашей страны всем студентам, где бы они ни находились, в каких бы странах, открытых, закрытых, они могут перемещаться и приезжать к нам через третьи страны, открытые страны, что в принципе сегодня мы и наблюдаем. Поэтому определенный резерв в наших общежитиях мы оставили для тех, кто будет к нам пребывать в октябре, в ноябре месяце. Каких-то проблем по прибытию и по приеме иностранных студентов не ощущаем. Все плановые задачи, которые мы сами же перед собой ставим, я хочу еще раз подчеркнуть, что никто нам в больших планах не ставит, что мы должны такое-то количество студентов принять там на коммерческих условиях иностранных студентов. Мы эти плановые задачи ставим перед собой сами и мы их выполним сегодня успешно, поскольку мы должны балансировать и наш бюджет, у нас огромное количество зданий, сооружений и мы должны заботиться о наших преподавателях, создавая им и комфортные условия для жизни и работы. И в то же время пытаемся поднять средний уровень заработной платы наших сотрудников, что мы, в принципе, успешно делали в течение нескольких последних лет. Вот это, кстати, очень серьезный вопрос. Вот крупные федеральные программы сопровождения развития университетов прекратили свое действие, новые еще не начались, они только в стадии предзащиты, защиты. Как удерживать в этой ситуации бюджет? Необходимо иметь определенную подушку безопасности. И такую подушку мы финансовую сформировали. Хочу сказать, что практически все лаборатории, которые были созданы в проекте программы 5 ТОП-100, мы сегодня сохранили. И оплачиваем труд наших научных сотрудников и наших преподавателей. Практически в полном объеме мы сохранили тот же фонд оплаты труда. И более того, сегодня ведем разговор, и мы это обязательно сделаем, о поднятии среднего уровня заработной платы по университету. Мы просчитываем разные треки. В зависимости от этого принимаем решение. В частности, с 1 сентября у нас на 5% поднялась базовая зарплата ОВП и административного персонала, за исключением ректора. По преподавателям мы решение примем в начале октября, а в сентябре будут осуществлены, наверное, часа 6-го, 7-го часа, осуществлены единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей каждому сотруднику, точнее, каждому преподавателю нашего университета. Ведь не лишне напомнить, что университет, насколько я знаю, имеет и без того сегодня достаточно высокий уровень доходов своих сотрудников. По сравнению с тем, что происходит в республике, это в разы больше. У нас средняя зарплата самая высокая. И мы являемся на сегодняшний день вторым налогоплательщиком Казани после Оргсинтеза. Вторым? Да, после Оргсинтеза. Это еще мы не берем в расчет косвенные налоги. То есть у нас огромное количество контингентов студентов, аспирантов, которые активизируют экономику территории. Сегодня идет оснащение наших корпусов. Мы и новые направления будем открывать в университете. Ну, конечно же, университет не может бесконечно расширяться. Какие-то направления будут закрыты. Вот мы должны будем на одном из заседаний нашего ученого совета. После утверждения, либо не утверждения нашей программы 20-30, да, приоритет. Мы должны определиться, какие направления мы сохраняем за собой еще на несколько лет. Допустим, на ближайшие 5-6 лет. И как университет будет развиваться в течение этого периода. Вот здесь сейчас в этот момент, наверное, вздрогнула часть слушателей, зрителей, когда вы сказали, что какие-то будут закрываться. Какие критерии неэффективности вы видите? Ну, во-первых, это востребованность программ по результатам приемной кампании. У нас очень сильно отличаются конкурсы и результаты единого государственного экзамена. Средние показатели, да, это среднее по коллективу, все нормально. Но есть, где, по сути, конкурируют стобальники между собой. А есть направления, которые с года в год набирают студентов с небольшими едиными государственными экзаменами. Высокомаржинальные есть программы по стоимости и по востребованности. Есть программы, которые, ну, вот, с напряжением набирают студентов. Понимаете, вот нельзя же выпускать продукцию, которая не продается. Для нас образовательные программы – это точно такой же продукт рыночный. Если они востребованы, значит, на них записываются студенты. Если они востребованы, значит, на них записываются специалисты, которые проходят программу повышения квалификации. Если они востребованы, значит, люди готовы за них больше платить. Точно так же касается научных исследований. Сегодня практически все преподаватели вышли уже на работу, и мы в трудовых коллективах по институтам, у нас их 16, будем обсуждать все эти вопросы. Но эта программа, она должна быть понятной и выработанной самим коллективом. Никто сверху, либо снизу, либо сбоку, никто не будет настаивать на принятии тех или иных решений. Если это будут ясные, понятные проекты, то, я думаю, все их воспримут. Сегодня нет принятых решений по закрытию каких-то программ или закрытию каких-то институтов. Ваше, если можно, так сказать, обращение. На что бы вы хотели сейчас, без моих вопросов, а вот как ректор, обратить внимание и с чем обратиться к студентам, сотрудникам, выпускникам, возможно, которые могли бы и далее продолжать участие в жизни университета. Вот в этот новогодний наш, в эту нашу новогоднюю встречу. Прежде всего, я хочу поздравить всех и преподавателей, научных сотрудников, да и весь коллектив нашего университета с началом нового учебного года пожелать успехов, самое главное, здоровья и реализации собственных амбициозных целей. Студентам хочу сказать огромные слова благодарности за то, что выбрали наш ВУЗ в качестве продолжения обучения. Независимо от того, обучаетесь вы на бюджетных местах, либо обучаетесь за счет средств родителей, либо собственных средств, сказать всем спасибо и попросить, чтобы вы все настроились на такой рабочий лад. Сказать, что учеба – это очень тяжелая работа, и все зависит от вас. Не опускайте руки и трудитесь. В этом случае все у вас получится. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и сегодня ответили на наши вопросы. С новым учебным годом еще раз. Полную версию интервью можно посмотреть на канале Универ ТВ, на официальной странице Университета видеохостинга Ютуб или на медиапортале КФО. В Казанском федеральном университете прошел фестиваль пространственных искусств. Его провели для студентов Института дизайна и пространственных искусств. В нем приняли участие почти 300 студентов первого и второго курсов. Кстати, в этом году в Институт на бакалавриат поступили более 220 абитуриентов. Фестиваль с первых же дней учебы окунул ребят в мир искусства и дизайна. Особенно того, что можно видеть в городском пространстве. И это не только архитектура. Это еще и знакомство с именитыми мастерами сферы, ведущими архитекторами, дизайнерами. Да и в плане создания командного духа студентов формат практикоориентированного фестиваля справился лучше всего. А это весьма важно для только созданного в этом году Института. Ведь перед ним стоят серьезные задачи. О них и о прошедшем фестивале в репортаже Луизы Сагитовой. Очень поздравляю вас, дорогие друзья. Новый учебный год в новом институте в новом формате. С выбранной профессией преподавателями и однокурсниками студенты Института дизайна и пространственных искусств КФУ знакомятся на фестивале пространственных искусств. Неделю они познают азы разных видов искусств на тренингах, лекциях, экскурсиях и арт-кроссе. Было интересно узнать о местах, где работают дизайнеры. Например, вторая точка вроде была проектирование из дерева различных конструкций. Вот завернешь в подворотню и не скажешь, что здесь, оказывается, эта цитадель искусства находится. Только ветер и скрип карандаша. Арт-кросс – это не пробег, а про умение видеть и фиксировать элементы окружающей среды. Задания студенты получают в телеграм-канале. Там же узнают историю объектов и получают необходимые в профессии базовые знания. Такие как отличительные черты стилей, понятия архитектурный ордер и другие. Сейчас дизайну очень много. На каждом шагу дизайнеры после курсов. Но базы нет ни у кого. И на выходе мы получаем недоработанные объекты. Мы видим эти ошибки. И наша задача этим студентам конкретно дать эту базу, чтобы они вышли хорошими специалистами. Фестиваль – это одна из форм обучения Института дизайна и пространственных искусств КФУ. По словам организаторов, на практике студенты лучше усваивают информацию. Именно этот подход привлек Егор Шепеленко. Он из Новороссийска. Дотошно изучил образовательные программы нескольких вузов России, прежде чем сделать выбор. Переподавательский состав, новая форма обучения, потом сама по себе методика образования. Сам Институт создавался, основываясь на той идее, что у нас будут научно-прикладные навыки. Мы создали большое количество лабораторий. С 10 сентября у нас уже в Казань-экспо поступит уникальное оборудование, с помощью которого у нас будет функционировать лаборатория дизайна и учислительного производства. Учиться, работать и зарабатывать. Исходя из этой идеи, проводился и набор преподавателей вуза, приглашенных лекторов фестиваля. Для дальнейшего обучения налажено сотрудничество с IT-специалистами других вузов КФУ для проведения занятий по программированию. Перенимать опыт планируется и у российских деятелей. Планируем привлекать и специалистов из Москвы, и Питера, международных специалистов. В том числе, конечно, мы готовы и открыты к взаимодействию с вузами Казани, с институтами КФУ. Анастасия Жандарова – магистр архитектуры и главный архитектор Казанской архитектурной компании. На фестивале она поделилась со студентами, как устроилась на желаемую работу уже во время учебы. Я каждые полгода, когда у меня появлялась какая-то определенная студенческая работа, я им писала на почту «Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, на работу». Они от меня отвечали. Я писала опять через полгода «Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, на работу». Опять не было ответа. И через два года я добилась от них ответа. Они мне написали, пригласили на собеседование, и таким образом я оказалась в числе их команды. Каждый лектор фестиваля – это еще и потенциальная работодатель, который, заметив упорство студента, может стать его начальником. Они рассказали, что сейчас актуально в мире дизайна и архитектуры, в том числе и технологиях, таких как лазерное сканирование. То есть сканер спускает луч лазерный, и он создает модель помещения, это для нас, можно сказать, вообще спасение, потому что объекты культурного наследия очень часто бывают в не очень доступных состояниях. В Институте дизайна КФУ четыре направления – коммуникативный дизайн, моушн-дизайн, дизайн интерьера и дизайн среды. Сейчас на эти направления большой спрос и среди абитуриентов, и на рынке труда. В Татарстане реализуются программы благоустройства дворов, парков, скверов, реконструкции объектов культурного наследия. И порой им не хватает рабочих рук, утверждают архитекторы. Кроме этого, согласно опросу татарстанских крупных предприятий, проводимый совместно с Агентством инвестиционного развития, требуются сейчас и промышленные дизайнеры. Для бизнеса работа с организацией пространства также стала конкурентным преимуществом. Раньше мы просто, допустим, покупали квартиры и все на этом. Просто приходили во двор и все. Просто приходили, чтобы поесть, а где было уже не так важно. Сейчас же очень важно, в какой среде ты находишься. Сейчас важно иметь свой стиль, отмечают практикующие специалисты. А для этого нужно изучать опыт российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров в соцсетях, интернет-изданиях, следить за тематическими событиями в России и за рубежом, а по мере возможности участвовать в них. В фестивале нам рассказали, как саморазвиваться, что еще можно придумать, что сделать так, чтобы не повторяться, чтобы быть индивидуальностью. Фестиваль пространственных искусств объединил более 300 студентов. В основном это первокурсники. Впереди у них 4 года теории и практики. А пока они запускают в небо шары со своими желаниями, которые, возможно, станут первым шагом к появлению новых проектов. Луиза Сагитова была от Садыков Хафиз Гараевков у итоги недели. Прадед Льва Толстого был воеводой в Свияжске, дед – казанским губернатором. Отец Николай Ильич Толстой после выхода в отставку некоторое время тоже жил в Казани. Сам Лев Толстой в Казань попал после смерти родителей. Его опекуном стала тетя Пелагея Юшкова была казанской помещицей. В Казань Лев Толстой переезжает в 13-летнем возрасте. Спустя 3 года Лев Толстой поступил в Казанский императорский университет. Его тетя видела племянника будущим дипломатом. Но российская дипломатия не приобрела своего служителя. А вот русская и мировая литература получила великого писателя – художника человеческих душ. С детства Толстого было свойственно желание достигнуть чего-то настоящего – познать истину. Илья Андреев расскажет, какую роль в этом сыграли Казань и Казанский университет. В 1844 году 16-летний Лев Толстой поступает в Казанский университет. Изучает восточную словесность, турецкие и арабские языки. Вводили рукописи редких книг, кроме томов «Войны и мира», многочисленных прижизненных публицистических произведений сохранилась именная ведомость обучащихся в Казанском императорском университете. И вот мы видим с вами, как записывается в 1944 году граф Лев Толстой, православный, из дворян, свои кошные обучения и где прежде обучался – в доме родителей. Тогда обучался Лев Толстой на коммерческой основе, то есть за свой счет. За успехи стоит два – поведение на тройку. Лев Николаевич вел достаточно светский образ жизни. Посещал балы, приемы. Мы это знаем не только из дневников, но и из его творчества. Например, рассказ «После бала». История произошла в Казани. Повесть Крейцерова «Соната» хранит в себе личный опыт Льва Николаевича, особенно когда герой описывает свою молодость, походы по разным заведениям. Скорее всего, это была Казань, район парка Тысячелетия. Именно там обычно проводила время светская молодежь. Впечатления от казанского периода жизни у Льва Николаевича Толстого нашли отражение также в рассказе «Утропомещика» трилогии «Детство, отричество, юность». Веселая светская жизнь мешает учебе. На лекциях Толстой читает газеты на последней парте. А когда уже по итогу полугодичных испытаний он не был допущен до переводных экзаменов, Толстой принимает решение перевестись с восточного факультета, где с трудом изучал восточные языки, на юридические. Однако и на этом факультете у писателя возникают проблемы. Особенно с историей, точнее с ее преподавателем Ивановым, жестким и придирчивым, которого боялись все студенты. Лев Николаевич известен как такой знатный прогульщик, собственно, который, например, учащийся на юридическом факультете на занятия по истории не пришел ни разу за учебный год, за что оказался в карцере на несколько дней. Такая была, собственно, практика в то время. Тем не менее, известно, что русский писатель построил доверительное отношение с профессором гражданского права Дмитрием Ивановичем Мейером. Лев Толстой приходил к нему, получал персональное задание и уходил заниматься домой. Считается, что именно в этот период Лев Николаевич понял, что формат самообразования стал для него интереснее. В экспозиции музея истории Казанского университета представлено прошение Льва Николаевича о поступлении в число студентов Казанского университета. Здесь мы видим, что он желал поступить в число студентов по восточному отделению философского факультета. В экспозиции музея представлено прошение о приеме платы за обучение за 1846 год, и это уже по юридическому факультету. Лев Николаевич заплатил 20 рублей за прослушанные лекции в течение полугода. Третий документ – это прошение об отчислении за 1847 год, в котором Лев Толстой ссылается на климат и здоровье. А по центру витрины мы видим тоже интересный документ, особенно в контексте предыдущего. В 1908 году Лев Николаевич становится почетным членом Казанского университета и в актовом зале занимает одно из самых важных мест. Лев Николаевич был не только писателем, но и общественным деятелем. Выпускал публицистические философские произведения. У него была теория непротивления злу насилия, где он писал, чтобы спасти себя, свою душу от тлена, чтобы придать жизни смысл, который не обессмысливается смертью, человек должен перестать делать зло, совершать насилие, перестать раз и навсегда, в том числе и прежде всего тогда, когда он сам становится объектом зла и насилия. В 1908 году, когда ему был юбилей 80-летний, университет, мне кажется, его сделал почетным членом не только за то, что он учился у нас, что он великий писатель, но прежде всего за эту общественную деятельность. В отделе рукописи редких книг КФУ также сохранилась уникальная книга Льва Толстого. Это экземпляр восьмой и завершающей части одного из самых экранизируемых романов мира Анны Каренина. Анну Каренину Лев Николаевич начал публиковать в журнале, но, прочитав завершение романа, редактор журнала попросил изменить его. Лев Николаевич не стал это делать и уже за свой счет издал отдельной книжкой. Мы понимаем, какой это был бестселлер, разогретая публика. При жизни Толстого и вскоре после его смерти мало говорили о периоде обучения русского писателя в Казанском университете. И только благодаря работам Ефима Григорьевича Бушканца, профессора Казанского педагогического института, появились первые научные материалы об этом. Он опубликовал книгу «Юность Толстого». Мало кто знает, что именно годы жизни в Казани для Толстого были особенно важными. Тогда он сформировался как личность. Когда мы читаем «Войну и мир», когда изучаем ее в школе, нам всегда говорят, главная мысль Толстого – это идея нравственного самосовершенствования. А когда она у него зародилась? Когда он попытался эту идею применить к себе в Казани, когда он учился в Казанском университете? Тогда же Лев Толстой начал вести дневники. Они сопровождали всю его жизнь. Это 13 томов. Юбилейное собрание сочинений есть и в научной библиотеке Казанского университета. В Казани было положено начало самосовершенствованию. Здесь Лев Николаевич составил правила жизни. Я все равно представляю себе Толстого уже такого старого, то есть вот с бородой, с таким пронизительным взглядом серых, пронизывающий глаз. И вот такое ощущение, что он где-то там вот с высоты смотрит на тебя и видит там вообще все внутри. И вот это ощущение, мне кажется, оно и подчиняет себе и определяет то отношение к Толстому в мире, как писателю, которому, в общем, равных нет. Герои в произведениях Толстого сложные и довольно необычные. Лев Николаевич видит человека насквозь, как редкий писатель. Толстой стал тем, кто создал и в войне, и в мире Иване Каренине тот мир, без которого немыслим россиян. Литература создает национальный миф, и без которого мы себя не чувствуем частью определенной культуры. И когда становимся читателями романов Толстого, мы погружаемся в этот мир. Живем в нем, и он становится нам по-настоящему родным. Идеи, предложенные Толстым, и сегодня не утратили свои новизны. Они близки и доступны читателю. Может быть, именно поэтому Лев Толстой остается одним из самых популярных писателей не только России, но и всего мира. Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ. Итоги недели. Какая погода нас ждет этой осенью? Об этом вы узнаете через некоторое время. Также далее в программе. Они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиата. Только вверх, как КФУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Попытались изобразить будущее в своем понимании. Будущее предсказано. Как писатели-фантасты меняют мир. В Казанском университете состоится акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается 19 сентября. Ежегодно в России проводится более 18 тысяч операций по трансплантации костного мозга. Это нужно для спасения от онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Но потребность в такой процедуре намного больше. Проблема в недостатке потенциальных доноров костного мозга. Одним из мест, где в России проводится генотипирование для национального регистра донора костного мозга, является КФУ. В УЗИ создана современная генетическая лаборатория. Поэтому Казанский федеральный университет – главный участник среди вузов Татарстана, где проводится такая масштабная акция. О других событиях недели в нашем дайджесте. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров удостоен медали Константина Ушинского. На церемонии награждения в Москве ее вручил министр науки и высшего образования страны Валерий Фольков. Ректоры КФУ наградили медали Ушинского за большой вклад в развитие государственной политики в сфере высшего образования. Ильшат Гафуров отметил, что это заслуга всего коллектива университета. КФУ на 40 позиций поднялся в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Университет занял 14-ю строчку. Ранжирование проходило по 11 показателям на основе оценки достижения вуза в стипендиальном грантовом конкурсе и школе фонда. Более того, есть даже относительные показатели, то есть вот эти значения, они взвешиваются и по отношению к общему количеству студентов, то есть насколько они активны в таких вещах, и к тем, кто подал в соответствующий период год заявление на этот конкурс. Более того, хочу сказать, они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиата. Ректор университета Ильшат Гафуру встретился с представителями корпорации «Синергия». Здесь обсудили вопрос развития сотрудничества в области реализации совместных образовательных программ. КФУ предложили создание отдельного факультета анимации на базе Института дизайна и пространственных искусств. За новые способы получения энергии и развития альтернативной энергетики. В начале недели в Казани объявили лауреатов глобальной энергии. Эта международная премия присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки. В церемонии объявления приняли участие президент республики Рустам Миниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров. О водородной революции и зеленой энергетике шла речь во время визитов в Казанский университет представителей ассоциации «Глобальная энергия». Они оценили научный потенциал исследователей КФУ и их техническое оборудование. Гости с сотрудниками университета обсудили за круглым столом перспективы молодых ученых в энергоотрасли. И поговорили о том, какие научные направления будут востребованы в этой сфере в ближайшие 30 лет. Помимо нашего основного проекта, для ассоциаций всегда было важно развитие молодежного направления. За нашими плечами такие проекты, как энергия молодости, энергия прорыва, основной целью которых были развитие и привлечение интереса к молодежной науке. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии больницы святого Иосифа в Берлине. Он оценил оснащенность научно-клинического центра КФУ. Ферас Альзаин специализируется на одном из направлений нейрохирургии. И эту осенью в университетском центре как раз планируется проводить операции со спинальными больными. Подготовка к ним проходит в сотрудничестве со специалистами из немецкой больницы. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Я думаю, что гораздо важнее исходить с понятия качества, а не количества. Исходя из того, какое качество предлагается здесь пациентам, это самый высокий технологический уровень. Лето в этом году было одним из самых сухих и жарких. А начало осени наоборот, холодным. С чем это связано и какая погода нас ждет в ближайшее время? Об этом мы поговорим с профессором Казанского федерального университета, с Юрием Переведенцевым. Здравствуйте, Юрий Петрович. Здравствуйте. Так что за аномальные перепады? У нас летом выше нормы, осенью ниже. Действительно, в этом году лето и осень оказываются необычными. Вот что касается лета. Метеонаблюдения ведутся в Казанской университете 210 лет. И вот нынешнее лето является третьим по своей теплоте, по своей температуре. 2010 год был раньше, затем в 19 столетии 1689 год. И вот, наконец, наше лето. Температура 21,4 градуса за все лето. Это, знаешь, аномалия бывает среднесучная, иногда градусов на 8-9 выше нормы. И сухое. Почему это возникло? Блокирующие антициклоны. То есть антициклоны в области высокого давления такие есть в атмосфере. Но явление-то казалось планетарным, потому что на всем северном полушарии, по сути дела, была вот такая жаркая погода. Особенно в нашей Сибири, где горели леса и так далее. Ну вот еще один вопрос. Ждать ли нам бабьего лета, потому что, если честно, пока холодно? Вы знаете, вот ситуация так сложилась. Если лето было планетаро-жарким, по сути дела, то вот осень, которая у нас сейчас наблюдается, она оказалась несчастливой для европейской части России. То есть вот как раз и мы находимся, по сути дела, в центре. То есть у нас и температурный фон ниже климатического градуса на 3 на 4, вот в данный момент. Но зато выпадают осадки. Летом их не было, а сейчас получается так, что уже сегодня, 10 число, мы уже имеем почти 30 миллиметров осадков. То есть это половина, даже побольше половины месячной нормы. То есть для сельскохозяйства это очень важный момент. Они как раз страдали из-за отсутствия осадков. Таким образом, вот в этом плане даже, может быть, и неплохо, что начало сентября оказалось вот таким дождливым и холодным. А бабье лето, что такое бабье лето? Это когда на смену вот этим ненастым денькам придет высокая температура, придет к нам солнечный антисклон, золотая пора, желтые лисии и так далее. Обязательно должна быть сухая, ясная такая погода. Она наступает всегда после ненастной погоды. Первой половины сентября ее не будет. В ближайшее время у нас повышение температуры будет двухдневное. Это понедельник-вторник, там до 20 градусов. А потом снова волна холода будет и дожди будут. Поэтому будем ждать во второй половине, где-то, наверное, скорее всего, к концу сентября. Вот так называемое вот это бабье лето. У нас совсем скоро уже наступает зима, и не может не волновать вопрос, будет ли она холодной. И как было лето условно жаркое, а зима должна быть холодной, как мы привыкли. Как в этом году? Какие прогнозы? Если лето наступило в этом году раньше на целый месяц, 9 мая календарного срока, то зима у нас обычно наступает примерно в середине ноября, когда уже температура переходит через нулевую отметку в сторону холода, когда уже может появиться снежный покров и так далее. То этим делом вплотную занимается гидрометцентр Российской Федерации, который ежегодно даёт прогнозы, он даст прогноз в конце сентября на всё холодное полугодие. И там уже по месяцам всё расписано. Пока этого прогноза нет. Мы можем лишь сделать сейчас предположение. Предположение. Вот когда мы рассматриваем наши климатические данные, то мы отмечаем такую особенность. Тенденция к потеплению проявляется наиболее ярко именно в зимний период. Поэтому считать, что зима будет, скажем, холодной, шансов меньше. Шансов меньше, чем, допустим, считать, что температура зимняя будет превышать климатическую норму. Вы опираетесь на народные приметы, когда составляете прогноз? Ну, скорее всего, нет, но может быть. Вы знаете, мы проводили своё время исследования по оправданности народных примет. Но, как правило, они не оправдываются. Потому что они были всё-таки придуманы 2-3 столетия тому назад. А сейчас идёт глобальное потепление климата. Всё поменялось. И мы больше верим уже современным численным моделям прогноза погоды, климатическим моделям. Хотя они тоже, так сказать, ещё совершенствуются. Потому что слишком много нужно учитывать факторов. Слишком много нужно учитывать. И океан, и космос, и посылающая поверхность, и сама атмосфера, и так далее, и так далее, биосфера. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. Большое спасибо, Юрий Петрович, за интересную беседу. Спасибо. 12 сентября исполняется 100 лет популярному писателю-фантасту Станиславу Лемо. Автор большого количества не только литературных, но и философских произведений, прежде всего российскому читателю и зрителю, известен своим романом «Солярис». Мир фантастики многим кажется литературой второсортной, схожей больше с приключенческой. Однако это большое заблуждение. Именно писатели-фантасты во многом предвосхищали науку. По сути, то, чем мы сейчас пользуемся, всё это было описано задолго до того, как учёные открыли те или иные явления, а инженеры изобрели. О полётах в космос человечество ещё не могло мечтать, а межгалактические путешествия уже существовали в книгах. Дети из пробирок казались выдумкой. А сейчас эко-оплодотворение – спасение для семей, не имеющих возможности зачать ребёнка обычным путём. Слово «робот» было придумано писателем Карлом Чапиком. Илья Андреев о том, какой вклад в футурологию, прогнозирование будущего внёс Станислав Лем, и какие раритеты хранятся в библиотеке Казанского университета. 12 сентября исполняется 100 лет со дня рождения известного польского писателя, футуролога и философа Станислава Лема. Мы вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского, Казанского федерального университета, и у нас с вами представляется уникальная возможность увидеть прижизненное издание этого автора. Станислав Лем родился в 1921 году во Львове. Здесь он учился в университете и пережил тяжёлые годы немецкой оккупации. После репатриации поляков, живших на территории Западной Украины, он переехал в Краков. По образованию Лем – врач, но круг его интересов необычайно широк. Философия, кибернетика, астрономия, биология, теория информации, техника будущего – его занимает решительно всё. И всегда и во всём он ищет ответа на один и тот же вопрос. Каким будет коммунистическое общество завтрашнего дня? Каким будет человек будущего? Перед нами три прижизненных издания автора на русском языке и на родном языке одна книга Станислава Лема на польском языке. Нужно в первую очередь обратить внимание, конечно, на оформление и на иллюстрации. Художники всё-таки попытались изобразить будущее в своём понимании. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание, что издания на русском языке более потрёпанное – это, конечно же, свидетельство того, что у читателя большой интерес к переводу на русском языке и менее потрёпанное издание на польском. В первую очередь мы хотели бы показать вам книгу. Это юмористический рассказ «Вторжение Сальдебарана». Написан был рассказ в 1959 году и опубликован в 1960. Вот здесь мы можем обратить на это внимание. Издательство иностранной литературы, Москва, научно-фантастические рассказы. Следующее произведение, которое написал Станислав Лем, это одно из самых известных. Это литературный дебют писателя, научно-фантастический роман «Астронавты». Написан он был в 1957 году, и это издание прижизненное сохранилось в фондах библиотеки Казанского университета. Одно произведение, как я уже сказал, на польском языке, и «Магелланово облако». Нужно сказать, что именно в этом произведении Станислав Лем предсказывает появление смартфонов, интернета и даже технологии 3D-печати. Вот мы можем с вами обратить внимание, что выходит библиотека приключений научной фантастики, Москва, 1960 год. Роман «Магелланово облако» занимает центральное место в творчестве польского писателя-коммуниста. Это не только научно-фантастический роман о первом полете людей к звездам в 32 веке, полете к звездам Альфа Центавра. Это книга о будущем обществе, о жизни человечества, навсегда освобожденного от эксплуатации, о людях будущих веков, таких далеких и таких близких нам, об их борьбе со слепыми силами природы, об их героизме и вечном стремлении вперед к другим вселенным. Самая известная в России адаптация книги Станислава Лема это культовый фильм «Солярис». Однако у польского автора возникло много вопросов к Андрею Тарковскому, который занимался экранизацией. Находясь почти полтора месяца в Москве, Станислав Лем обсуждал будущий фильм. В итоге с Андреем Тарковским они просто разругались, их взгляды не сошлись. Станислав Лем был, наверное, первым научным фантастом, который предсказал конец бумажных книг. Это произошло еще в 1961 году в романе «Возвращение со звезд» за 40 лет до первых попыток создать электронные книги. Лем представлял их как небольшие кристаллики с памятью, которые можно было загрузить в устройство, представляющее собой нечто вроде современного планшета. Он называл его «Аптоном». «Аптон» напоминал настоящую книгу, только с одной единственной страницей между обложками. От каждого прикосновения на ней появлялась следующая страница текста», — писал он. Что насчет связи Станислава Лема с компьютерными играми, то разработчик The Sims, Уилл Райт, неоднократно говорил, что главным его идейным вдохновителем стал именно этот польский писатель. Книга, которая так повлияла на Уилла Райта, стала Кибериада. Если вы заходите придумать или изобрести, например, робота-поэта, как Станислав Лем, нет ничего сложного. Вам лишь нужно удостовериться, что вы ослабили логические контуры и усилили эмоциональные. И не забудьте усилить семантику и смастерить приставку воли. Вставьте философский глушитель, полную семантическую развертку и подключите генератор рифм. Выбросьте все логические контуры и замените их на оксибийные эгоцентризаторы со сцеплением типа нарцисс. Вот и все. Готово. Как говорил польский философ Станислав Лем, если человек не может что-то делать хорошо, то не нужно этого делать вовсе. Так давайте с вами выполнять свою работу качественно и двигаться в верном направлении. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Сафиуллин, КФУ, Итоги недели. Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро, говорил Альберт Эйнштейн. Творите и делайте будущее сами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн.